Многим журналистам, встречавшим утром в понедельник министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, хотелось узнать, так идёт всё-таки холодная война между Западом и Россией, о которой говорил Медведев, или нет? Я за последние дни не почувствовал атмосферу холодной войны. Мой президент заявлял, что нет никакой холодной войны, о которой говорил Медведев. Но есть горячая война, которая идёт, пока мы тут говорим, и не только в Сирии, но и на Украине. Восприятие проблем совершенно разное, даже противоположное. Нам нужна Россия. Россия — часть Женевского процесса. Но до тех пор, пока Россия будет воспринимать проблемы совершенно иначе, чем мы, я не вижу оптимизма в разрешении проблем. В Берлине, в свою очередь, также заявили, что не разделяют мнение Медведева о холодной войне. В то же время Германия настроена на диалог. Тем людям, которые говорят о холодной войне или об опасности холодной войны, например, это российский премьер Медведев, я могу лишь сказать, что это точно не видение немецкого правительства. И у премьера, его страны, есть возможность предотвратить такое развитие ситуации. Ранее, еще на полях Мюнхенской конференции, глава немецкого МИДа Штайнмайер заявил, что журналисты будто бы неправильно интерпретировали заявление российского премьера о начале новой холодной войны. На самом деле, считает министр, Медведев имел в виду, что необходимо избежать ситуации, которая приведет к возобновлению такого конфликта. «Ситуация куда сложнее. Между государствами больше нет старых конфликтов. Мы столкнулись с конфликтами между государствами и социальными, фундаменталистскими и террористическими группами. Старые категории больше неприменимы. Теперь налицо новые многогранные конфликты, к которым мы должны подходить с разных сторон. Сирия тому пример». Немецкий эксперт Штефен Майстер считает, что правильнее было бы говорить не о холодной войне, а о глубоком кризисе доверия между Западом и Россией. «У нас больше нет институтов, которые бы признавались обеими странами и способствовали улаживанию конфликтов. У нас нет больше единой позиции по тем вопросам, с которыми мы столкнулись. Это главная проблема, и в этом я вижу угрозу. Но мы не живем в биполярном мире в условиях холодной войны, где царит определенная стабильность. А у нас неясность, неуверенность и непонятно, кто что предпримет в следующий раз». Тем временем бульварная газета «Бильд», которой в начале января дал интервью российский президент Путин, также отреагировала на слова Медведева. Издание провело анализ и пришло к выводу, что Россия проиграет новую холодную войну, если она все-таки начнется.